Друзья, ну как долго вы еще будете мириться с тем, что какие-то прожорливые насекомые уничтожают полностью или сильно портят урожай огурцов, которые вы выращиваете для себя, детей и внуков? Предлагаю внимательно посмотреть этот ролик, где я подробно расскажу, как защитить урожай огурцов от пяти основных вредителей, чтобы вкусные и полезные огурчики достались вам, а не этим паразитам. Здравствуйте, дорогие наши садоводы и огородники! С вами я, Бабин Владимирович, агроном-садовод. Рад вас приветствовать на канале Дача без проблем. Защита огурцов для многих огородников является серьезной проблемой, потому что огурцы достаточно быстро после всходов начинают свистеть, а потом в течение всего лета на растениях находятся завязи и сами огурчики, ради чего мы их выращиваем. Поэтому во время цветения пчелопыляемые сорта и гибриды, ну а потом и по завязям в течение лета, не все препараты можно применить. Ну а вредитель не дремлет, и с момента появления всходов уже начинают уничтожать растения или портить наш урожай. Первый основной вредитель, который повреждает и в открытом и закрытом грунте, это ростковая муха. Это муха серого цвета 3-5 миллиметров, но повреждает растение не она, а ее личинки, а они белые до 7 миллиметров. Они внедряются в набухающие семена и в ростки, повреждая их, поэтому семена эти не прорастают, ростки не появляются или появляются из них угнетенные слаборастения, которые потом погибают. Как бороться и защититься от этой мухи? Ну первое, нужно перекапывать почву осенью, уничтожать растительные остатки. И затем я советую вот большую часть или почти все огурцы выращивать не семенами, а через рассаду. За 25-30 дней до высадки в грунт посейте семена в стаканчики, ложки, кассеты. Напоминаю, что огурцы не переносят пересадку, просто вот если их из ящика выкопать, вы должны пересадить с комом земли. Это будет 100% гарантия защиты от этой мухи. Ну и полив почвы раствором престижа. При посеве семян нужно 10 литров раствора вылить на дно борозды. Из расчета 2 мл престижа на 10 литров воды. Ну а если будете сажать вот рассадой в лунку, то 200 мл этого раствора под каждое растение. Следующий вредитель. Паутинный клещ. Очень мелко насекомые, до полумиллиметра, практически не видно невыраженным глазом. Вредят и взрослые насекомые, и их личинки. Зимуют они в трещинах теплиц, парничков, под комочками почвы и на растительных остатках. Взрослые насекомые и личинки высасывают сок из растений, опутывают себя паутиной. Постепенно эти листья засыхают и засыхает все растение. Как с ними бороться? Прежде всего, очищаем теплицу и парнички от растительных остатков. Перекапываем почву осенью. Ну и можно провести обработки биологическими препаратами. Битокси бацелином, биовертом или фитовермом. Кроме этого, до цветения можно обработать фуллицидом фуфанон нова. Ну а во время созревания, после каждой уборки, можно обработать теовитом джет. У него срок ожидания один день. Следующий вредитель. Бахчевая тля. Взрослые насекомые бывают крылатые и бескрылые. Определить тлю на растениях можно по скрученным листьям. Потому что колонии тлей с нижней стороны листья высасывают сок, очень сильно скручивают их. И растения перестают расти и погибают. Какие меры борьбы против тлей? Ну прежде всего, регулярное уничтожение сорняков. Ну и затем, при появлении тли и первых закрученных листьев, нужно провести обработку следующими препаратами. Можно использовать фитоверм, биатлин, конфидор, экстра, искру золотую, командор или тонрек. Следующий вредитель. Табачный или луковый трипс. Насекомые очень мелко. Трудно разглядеть. Там чуть больше миллиметра. Но вред от него очень большой. Потому что и взрослые насекомые, и личинки высасывают сок из молодых листьев и лепестков цветков. Они буреют по краям, перестают расти, развиваться. А в дальнейшем опадают. Бороться с трипсом можно следующими способами. Первое. При посеве семян или посадке рассады, нужно почву пролить раствором престижа. Из расчета 2 миллилитра на 10 литров воды. И если сеем семена редками, то 10 литров на 10 погонных метров редка. Ну а при посадке рассады, 200 миллилитров раствора в лунку. Если мы заметим появление трипсов и летом, когда уже огурцы активно полноносят, то этот раствор можно также применить в почву. Но уже норма 400-500 миллилитров раствора под растение, чтобы промочить корни обитаемых слонов. Ну и при появлении большого количества вредителей до цветения, можно провести обработку следующими препаратами. Вермитексом, биокилом, фитоверомом, биотлином или конфидором экстра. Следующий вредитель, который практически везде и каждый год очень сильно повреждает растение. Распоздать ее достаточно легко. Она напоминает маленькую белую бабочку, там всего чуть больше миллиметра. То есть насекомое мелкое, но вред от нее тоже очень большой. Потому что личинки, которые отрождаются с нижней стороны листа и присасываются к листьям, долгое время высасывают сок, листья становятся хворотичные, светло-зеленые, перестают расти, развиваться, вянут, засыхают. И в целом все растение угнетенное не дает нормального урожая и быстро достаточно погибает. Как защититься от белокрылки? То же самое при посеве семян или высадке рассады нужно почву пролить раствором престижа. Если поливаем редки, то 10 литров раствора на 10 метров погонных редка. Ну а при высадке рассады 200 миллилитров раствора в лунку. Ну и еще против белокрылки растения до цветения можно обработать следующими инсектицидами. Конфидором Экстра, Акторой, Фуфаноном Нова или Карагеном. Огурцы, конечно, поражаются и другими вредителями. Их насчитывается более двух десятков. Но если мы регулярно, своевременно будем проводить обработки и защитные мероприятия против вышеперечисленных вредителей, то они будут сдерживать развитие или полностью защищать растения и от всех остальных вредителей. Что в итоге позволит нам уменьшить количество обработок разными препаратами. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Надеюсь, что используя наши советы и рекомендации, вы в этом году на 100% защитите свои огурцы. И весь урожай достанется вам, вашим любимым детям и внукам, а не этим вредителям. Подписывайтесь на наш канал Дача Без Проблем. Задавайте свои вопросы в комментариях. Какие еще вредители вас беспокоят? Мы об этом подробно все расскажем. Всего хорошего, успехов вам и хорошего вам урожая.